Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о первом послании апостола Павла к Тимофею и обратимся к пятой главе. Здесь в пятой главе в основном апостол Павел говорит о таком феномене древней церкви, который получил название вдовицы. Речь идет о женщинах, которые по социальному своему положению были вдовами, конечно же, и в то же время занимали некоторое специальное место в церкви, и некоторое внутрицерковное служение было им поручено. Из послания апостола Павла, из этого послания в частности, не так легко однозначно заключить, в чем же, собственно, это служение заключалось. Исторические данные говорят о том, что вдовицы, или иногда их называют диаконисами, служили бедным женщинам, помогая им в их нуждах. Возможно, они занимались обучением катехизации своего рода женщин, то есть то, о чем пресвитер и епископ учили в общих собраниях. Возможно, женщин специально, отдельно об этом, таким вещам учили вдовицы, молились с ними. Но и, кроме того, судя по тому, что здесь апостол Павел пишет, вдовицы, настоящие подлинные вдовицы, они заботились и помогали другим членам общины с детьми, с какими-то домашними делами, помогали справляться со всем тем, что составляет повседневную канву человеческой жизни, для того, чтобы все вместе могли христиане молиться, доверяя Богу и любя друг друга. Но апостол говорит о том, что в общине бывают и другого рода дамы, скажем так. «Ложные вдовицы», он имеет в виду достаточно молодых женщин, которые ходят из дома в дом, болтают, разносят сплетни и, собственно, больше ничего. Он говорит, что если уж действительно женщина становится церковной вдовицей, то надо, чтобы она была не такая уж молодая, 60 лет, он предлагает в качестве, так сказать, грани такой возрастной, чтобы она воспитала детей, принимала странников, помогала бедствующим, была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдовиц Павел вообще говорит, что лучше пусть в брак вступают, и детей рожают, пока могут. Правда, надо заметить, что здесь он оговаривается, это я желаю. Он не говорит это как повеление от Бога. Но все-таки я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рожали детей и так далее. Настоящие же вдовицы, по-видимому, выполняют достаточно важную задачу в церкви, во-первых, а во-вторых, церковь заботится об этих истинных вдовицах, довольствует их. Дело в том, что в социальном контексте того времени далеко не всегда женщина могла иметь полноценные гражданские права или экономические даже права. В разных частях мира было очень, в этом смысле, по-разному. И, скажем, где-то женщина могла вообще никаких прав не иметь. А если она вдова, и у нее нету сына, как у вдовы Наинской, у которых сына воскресил Господь Иисус, то она вообще становилась изгоем. В других местах, как, скажем, в римском обществе, женщины могли занимать важное социальное положение, владеть имуществом, управлять им и так далее. Очень по-разному. Обычно толкователи, когда говорят о вдовицах, имеют в виду именно те ситуации, те контексты социальные, где полнота гражданских прав вдовам не была обеспечена. Собственно, это было в большинстве мест в те времена. Ну и вот, вероятно, апостол говорит о том, что церковь заботится, берет на себя заботу об этих вдовах, о том, чтобы они могли жить при домах христиан, или, может быть, при доме епископа, или еще каким-то образом трудиться, служить христианское общение, но при этом действительно это должны быть вдовы, которые не могут о себе позаботиться. А вот эта склонность к болтовне и сплетням, и участие в церковной жизни, скажем так, или, вернее, к сплетням на церковные темы, это бывает действительно иногда. Да, не только, надо сказать, у женщин, бывает, что и у мужчин тоже весьма неприглядно это выглядит. Ну вот Павел в основном все-таки имеет в виду женщину. Вот таких вдовицу он говорит, нет, не надо. Они очень склонны еще и лжеучителей всяких слушать все это. Пусть лучше замуж выходит, все в этом нет никакого смысла. А дальше он обращается к теме пресвитеров и говорит, достойно начальствующим пресвитерам следует оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Стало быть, апостол имеет в виду, что труд пресвитеров преимущественно должен заключаться в научении Слову Божьему. Такой проповеди Евангелия, свидетельству не в поучениях отдельных христиан, как им следует поступать в тех или иных случаях. Понимаете? Вот в чем альтернатива, что либо этот пресвитер сидит и ждет, когда к нему прибежит кто-нибудь из его общины и скажет, а как мне поступить вот так или эдак, как это бывает с фарисийскими раввинами, и тот ему за деньги посоветует делать так. Либо Павел предпочитает совершенно другой вариант, надо трудиться в слове и в учении, в проповедании слова, чтобы действительно Христос и его слово отвечали людям на их вопросы. Вот что, собственно, начальствующие пресвитеры должны делать. И очень интересно, что когда Павел говорит, должен оказывать сугубую честь. Оказывается, он имеет в виду вовсе не почет, потому что в следующем, в 18-м стихе, он говорит, потому что Писание говорит, не заграждая рта у вала молотящего и трудящегося достойно награды своей. Речь не идет о почтении, речь идет о том, что если человек трудится, ну, значит, не заграждай рта у вала молотящего. Заметим, что сам Павел при этом отказывается за свое учение, за свой труд принимать какие бы то ни было средства. И дальше следующие стихи, 19-й, 20-й и следующие, выглядят все же до некоторой степени анахронистичными, потому что Павел говорит, обвинение на пресвитера принимай не иначе, как при двух или трех свидетелях. Почему? Почему об этом стало нужно писать Тимофею? Так ли часто там были конфликты, в которых появлялись обвинения на пресвитеров? Ну, может быть, наверное. Либо это слова, которые могли быть вставлены в более позднее время. И дальше апостол говорит о том, что я очень тебя прошу перед Господом Иисусом Христом, заклинаю, вот, ничего не делать по пристрастию, поступать без предубеждения. Вот это может быть тоже важно очень, потому что наверняка и Тимофею, и Павлу приходилось сталкиваться с внутриобщинными конфликтами, которые следует разрешать. И вот при всем почтении, при всей сугубой чести, которую вроде бы он призывает оказывать пресвитерам, тем не менее, это не должно превращаться в предубеждение и пристрастие. И он говорит, рук ни на кого не возлагай поспешно, дабы не делаться соучастником в чужих грехах. Храни себя чистым. Таким образом, он предлагает Тимофею все-таки в каком-то смысле не ввязываться в какие-то нестроения, конфликты, ссоры, споры внутри общин, за которые Тимофей отвечает. Обратите внимание, что Тимофей не является ни пресвитером, ни епископом в Эфесии и в других каких бы то ни было общинах. Значит, его положение совершенно не иерархическое. Наверное, все-таки главное, фундаментальное, основной смысл того, что здесь апостол предлагает Тимофею увидеть о пресвитерах, он говорит, вот эти пресвитеры – это люди, которые делают важное дело. Важное. Если они трудятся, значит, трудящийся достоин пропитания. И, пожалуйста, вот к ним надо относиться бережно, с некоторым уважением. И ставить их не надо поспешно, но и обвинения на них поспешно тоже принимать не следует. Вот к такой осмотрительности призывает Павел, но при этом он вовсе не имеет в виду из осмотрительности делать тайну из недоумений. Поэтому он говорит, согрешающих обличай перед всеми, чтобы прочие страх имели, чтобы и прочие понимали, что грех он всегда ведет к кораблекушению в вере, как он выражался в начале этого послания. Продолжение следует...